Друзья, приветствую вас. Давайте обсудим, что у нас было и что нас ждет завтра. Ну вот сегодня PRS принял решение по ставке. Ставку снизили на 0,25%, как и предполагалось. Реакция была типичнейшая у рынков. Покупай на ожиданиях, продавай на новости. Все как бы как в букваре. На этом фоне немножко укрепился индекс доллара. Но завтра, скорее всего, он будет откатываться назад сюда. Но пока, как я вам говорил, индекс доллара это не такой существенный индикатор. Сейчас пока раскорреляться с основными валютами. Поэтому сейчас мы пока его просто справочным в голове держим. Но ни для каких решений можем пока его не задействовать. Так вот Китай. Ну Китай вот начал немножко корректироваться. Но пока он критичных значений ниже вот этой проторговки не достиг. Поэтому, ну скажем так, это оказывает негативное воздействие на наш рынок. Но не такой критичный. То есть вот если он провалится вот сюда, то да, здесь уже как бы начнется трэш. Но не только на нашем рынке, но и на американском. Так, дальше американский индекс. Ну американский индекс немножко растет. Но тем не менее на перехай его пока не запускают. То есть вот у нас сейчас очень высокая корреляция с американским индексом и с нефтью. Вот поэтому американский индекс, если зелененький идет вверх, то соответственно наш рынок тоже растет и чувствует себя достаточно позитивно. Даже если не растет, то по крайней мере где-то наверху болтается и не падает. Так, Сбербанк, ну вот индекс Мосбиржи. Что у нас здесь получается? Ну вот пока перехая вот этого нету. Если будет перехай вот этого значения на растущих объемах, то скорее всего мы сразу пойдем вниз. Там первая цель 2792 сюда и потом сюда. Вот, но пока перехая нету. Соответственно там Америка достаточно высоко стоит, нефть пока высокая. Вот в таких условиях мы скорее всего здесь вот и будем болтаться где-то в районе вот этого уровня, где 2820. Вот, ну а когда как бы потрясения начнутся, тогда вниз. Ну, Америку если вверх за уши потянут, то и мы тоже можем на 3000 сходить. А пока такой сценарий кажется не очень вероятным. Хотя посмотрим, что будет происходить в Америке. Пока, я думаю, скорее всего консолидация, если будет негатив, вход вниз по нашему индексу. Так, дальше индекс РТС. Вот индекс РТС уже пытается развернуться. А это вот фьючерс, уже декабрьский фьючерс, поэтому значения могут с текущим фьючерсом отличаться с сентябрьским, который завтра заканчивается. Вот, но тем не менее, вот он пытается разворачиваться, но опять же вот висит на сильном уровне 137. И как только будет какое-то основание, соответственно он пойдет корректироваться. Вот у него первая цель это 133, потом 130 и 126 400. Но пока высокая нефть Америка высоко держится, соответственно его удерживает в районе вот этого сильного уровня 137. Как только будет перехай на растущих объемах, сразу вероятность того, что начнется корректоз, она возрастает. Так, дальше. Смотрите, вот Сбербанк завели на сильный уровень сопротивления, который у него стал поддержкой. Соответственно, пока нет драйверов для роста, он вот консолидируется в этом диапазоне. Как только будет намечаться движение по американскому рынку или по нефти, если оно будет позитивное, его могут вот сюда вот загнать на 243. Если негативное, то есть нефть падает или американский рынок S&P падает, то соответственно возврат сначала вот в этот диапазон, потом быстро чик сюда проскочили и торговли в этом диапазоне. То есть бумага, она вот фактически является выкристаллизованным нашим рынком и четко реагирует на любые внешние изменения по нефти и по Америке. Так, дальше что у нас идет? Газпром. Газпром сейчас вот в этом канальчике торгуется. Канальчик постепенно сужается. И поэтому либо его вот в этом канале покупать, продавать с короткими стопами, либо его пока не трогать. Ждать куда он пойдет, как он будет взаимодействовать с уровнем сопротивления вот этим и с уровнем поддержки. То есть вот когда он эти уровни будет пробивать на растущих объемах, тогда скорее всего будет пробой и соответственно на растущем объеме и закреплении за границей уровня будет движение происходить в этом направлении. Вот соответственно доходит до уровня объем падает, скорее всего будет отражаться. Но пока он только для таких каких-то коротких коридорных игр и серьезного движения здесь, ну не знаю, может быть оно и будет, но мне кажется до конца сентября наверное мы с вероятностью 60% его будут в этом диапазоне держать. Вероятно 40% что его куда-то отправят. Так это Газпром, дальше ВТБ. Ну вот смотрите, по ВТБ здесь такая ситуация, что идет накопление для дальнейшего роста, возможно даже на 47 и выше. Но бумага для интродэй она очень коварная. Она ходит таким образом, что она стопы все время срезает. Поэтому она мне, честно вам скажу, не нравится. То есть эта бумага из серии ее либо не трогать, либо ее купить на какой-то промежуток времени и забыть, выставить тейки стопы. Но можно немножко предсказать, когда у нее движение резкое начинается. Оно начинается в двух случаях. Либо когда идет консолидация с сужением, вот как здесь, либо когда на каком-то локальном уровне, минимуме, возникает фигура 3 белых солдата. Вот как здесь, здесь. Соответственно после этого следует взрывной рост. Ну и здесь вот тоже. Но здесь как бы и консолидация с сужением и 3 белых солдат. Вот сейчас у нас нету ни консолидации сужающейся, ни 3 белых солдатов на локальном минимуме. Поэтому я думаю, сейчас какое-то время она еще будет торговаться и потом она разрешится. Либо она ее запустит напоследок куда-то вверх, или же она идет под этот уровень. Но пока скорее всего она будет находиться в диапазоне. И соответственно должны быть определенные признаки того, что она из этого диапазона будет выходить. Пока я таких признаков не усматриваю. Так, сургут, обычка. Ну здесь все как по нотам. Если нефть держится на таком же уровне, как сейчас, или снижается. Вот у него движение вниз на 34 600, 34, 33 300. Вот доходит 33 300, если объемы растут и нефть продолжает падать. У нее следующая цель это 29 800. Вот сюда вот. Но здесь тоже надо быть осторожным. Потому что бумага она, скажем так, когда он начинает шортить, она вот может показать шортовый вынос, как здесь было. Вот, поэтому, ну если шорти, надо просто стоп ставить аккуратненько. Чтобы если движение против вас начнется, то не понести потери существенные. Все, дорогие друзья, спасибо за внимание. До свидания.